Кто же не восплачет после этого о неверии нашем и об ослеплении душ наших, что, слыша все это, не каемся и горьких не проливаем слез, о таковом нерадении и таковой беспечности своей, которую предзря Иеремия говорил, проклят всякий творящий дело Божие с небрежением. Если бы мы имели заботу о спасении душ своих, то вострепетали бы от слова Господни и поспешили со всем старанием исполнить заповеди Его, от коих спасение наше. Но мы, несмотря на то, что слышим от самого Господа, входите тесными вратами, вводящими в жизнь, предпочли путь широкий и пространный, ведущий в пагубу. Зато, когда придет Он судить живых и мертвых, услышим от Него, отойдите от Меня, проклятый в огонь, вечный, уготованный дьяволу и ангелам Его. Тридцать. И это услышим мы, не только когда наделаем худых дел, но если по нерадимо добрых и ближнего своего не будем любить, если же и худых при том наделаем дел, то как терпим день тот при таком худом состоянии души? Ведать тому же надобно, что не прелюбодействуй, не укради, не убей и прочее. Древним сказано было через Моисея. Господь же, зная, что христианину для совершенства в жизни соблюдения этого только недостаточно, сказал истинно, говорю вам. «Если не превзойдет праведность ваша, праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царствие Небесное». Почему прежде и после тех слов всегда требовал совершенной святости душевной, ради которой тело освящается, и законоположил искреннюю любовь ко всем людям, через которых можем мы стяжать любовь к Нему самому. Образец этому подал он нам в себе самом и в учениках своих, как не раз говорено было. Какое оправдание можем мы иметь в день тот, имея такой перед собой образец и в такой оставаясь в таком нерадении? «Нас оплакивай», — говорит Иеремия, — «кто даст голове моей воду и очам моим источник слез, заплачусь день и ночь о народе этом? Что с подоби с такой благодати пребываем в таком нерадении или более исполнены всякого зла?» «О нас слышу», — говорит и Моисей, — «ел Иаков и насытился, и отвергся возлюбленный, растолстел, расширился, и оставил Бога, сотворившего его, и отступил от Бога Спасителя своего». Второзаконие, 32, 15 Об нас плачет и Мехей, говоря, — «О, люйте мне, душа! Ибо погиб благочестивая земли, исправляющего нет в человеках. Каждый ближнего своего озлобляет озлоблением, на зло руки своей уготовляют». 7, 2 Равным образом псалмопевец об нас говорил, моляся, — «Спаси меня, Господи, ибо оскудел преподобный, ибо умолилась истина от сынов человеческих». «Нас оплакивая апостол», — говорит пророчески, — «все уклонились, делались рамно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного. Гроб отверзнутый гортань их, языком своим обманывает, и от аспидов под устами их. Их же в устах клятвы и горести полна суть, сокрушение и озлобление на путях их. И пути мирного не познали. Нет страха Божия перед очами их». И опять в пророческом предзрении о нынешней же нашей злой жизни пишет он к Тимофею, «Знаешь же, что в последние дни настанут времена тяжкие. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, величавы, горды, хульники, родителям противящиеся, неблагодарны, неправедны, нелюбовны, непримирительны, клеветники, невоздержны, некроткие, неблаголюбцы, предатели, наглые и прочее. Потому горе нам, что до последней дошли мы к крайности во зле. Ибо скажи, кто из нас непричастен исчисленным видом злонравия? Не на нас ли исполнилось это пророчество? Не все ли мы чревоугодники, не все ли сластолюбцы, не все ли вещелюбивы да неистовства, не все ли гневливы, не все ли злопамятны, не все ли предатели всякой добродетели, не все ли злословны, не все ли пересудливы, не все ли неуважительны, не все ли брата ненавистливы, не все ли напыщены, не все ли высокомерны. Не все ли горды? Не все ли тщеславны? Не все ли лицемерны? Не все ли лукавы? Не все ли завистливы? Не все ли непослушливы? Не все ли ленивы? Не все ли обманчивы? Не все ли беспечны? Не все ли нерадивы о заповедях Спасителя? Не все ли исполненность всякого зла? Не стали ли мы вместо храмов Божиих капищами идольскими, вместо Духа Святого злых духов убежищем? Не притворно ли называем Бога Отцом? Не сделали ли мы вместо сынов Божиих сынами гиенны? Не стали ли хуже иудеев мы, ныне великое имя Христова носящее? И никто не приходи в негодование, слыша такую истину. И те иудеи, при беззаконными будучи говорили, одного Отца имеем Бога, но от Спасителя услышали, ваш Отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти Отца вашего. Не справедливо ли нам, преступникам заповеди Его, слышать подобное от Него? Вот апостол сынами Божиими назвал водящихся Духом. Все вы, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Мы же как можем называться сынами Божиими, когда водимся мудрованием плотским? Который водится Духом, говорит, это ясно бывает от плодов Духа. Плод же Духа, говорит апостол, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Имеем ли мы что-либо из этого? Не скорее ли все противное тому? Потому не сынами Божиими надлежит нам называться, а противным тому. Рожденное от кого-либо бывает подобно родившему. Но Господь говорит, рожденное Духа есть Дух. Мы же соделались плотью, походствующую на Дух. И к нам потому справедливо идет следующий приговор. Не имеет Дух мой пребывать в человеках сих, потому что они плоть. Как можем мы называться даже христианами, когда не имеем в себе ничего Христова? Скажет кто, может быть, я имею веру во Христа, довольно ли меня одной этой веры в Него, ко спасению? Но противоотвечает такому апостолу, якобы говоря, и бесы веруют, и трепещут. Еще вера без дел мертва, сама по себе. Да веруем ли мы в Него? Как можно сказать, что верим Ему относительно будущего, когда не веруем относительно временного и настоящего? А не веруем, ибо пристрастны к вещественному, живем плотски и воюем против Духа. Истинно же во Христа верующие и через исполнение заповедей, себя Его вселившее, так говорят. Уже живу не я, но живет во мне Христос, а что живу ныне во плоти, живу веру и в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Почему, страдая за Него, для спасения других, как верные Ему подражатели и заповеди Его истинные исполнители, говорили, будучи укоряем и благословляем, гоним и терпим, хулим и утешаемся. Ибо слышали Слово Его, заповедавшее, любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за творящих вам напасть. Так и словами их, и делами обнаруживался действующий в них Христос. Мы же, поскольку всяким Его заповедям противно действуем, оказываемся исполненными всякой нечистоты. Почему и стали мы вместо храма Божия домом купли, вместо домом молитвы вертепом разбойников, вместо рода святого родом грешным, вместо народа Божия народом исполненным грехов, вместо семени святого семенем злым, вместо сынов Божиих сынами беззакония, поскольку оставят заповеди Господа, работаем мы злым духом через нечистые страсти и прогневались святого Израилева. Поэтому-то великий Исаия, оплакивая нас и вместе желая помочь нам в падении нашем, взывает, говоря, Что уязвляется еще прилагающее беззаконие? Всякая голова в болезни, все сердце исчахло, от ног даже до головы нет в нем целости, все в струпьях, язвах, ранах, необязанных, несмягченных елеем. Что же потом за этим? Оставилась дочь Сиона, как куща виноградники, и как овощное хранилище в вертограде, как город воюемый. Таковое опустошение души нашей показывает, и апостол сказал. И как не искушаем иметь Бога в разуме, не заботились, то и предал их Бог, в уме их делать непотребство. И они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, лихаимства, злобы, исполнены зависти, убийства, рвения, льсти, злонравия. Шепотники, клеветники, богомерзкие, досадители, величавы, горды, обретатели злых, родителям непокоривы, неразумны, непримирительны, нелюбовны, не клятво хранительны, не милостивы. Некоторые же оправдания Божия знают суд Божий, но не только делают это, но и делающих одобряют. Посему и предал их Бог по стыдным страстям делать непотребное, так что они сами сквернили свои тела. И что же за этим открывается, говорит, гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков. Такое опустошение души означает, и Господь говорил, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает пенцов своих под крылья, и не захотели. Все, оставляется вам дом ваш пуст. Исайя опять прозря, как мы, монахи, совершаем свои службы только телесно, а духовном же служении Богу не родим. Несмотря однако ж на то, надымаемся, говорил, услышите слово Господне, князи содомские, слушайте, внимайте закону Божию, люди гоморские. До чего мне множество жертв ваших, говорит Господь, я исполнен всесожжений овнов и тука агнцев и крови козлов и тельцов не хочу. Кто взыскал этого от рук ваших? Ходите по двору моему, не приложите. Если приносите мне семидал, напрасно. Благовоние, мерзость предо мной, новомесячи ваших и суббот ваших, и дня великого не потерплю. Поста и праздности и праздников ваших ненавидит душа моя. Я присыщен ими, не буду терпеть боли и грехов ваших. Когда вы простираете руки ваши ко мне, то я отвращу очи мои от вас, и когда вы умножаете моление, то я не услышу вас. Почему же? Руки, говорит, у вас полны крови. Так как ненавидящий брата есть в человека убийца, потому всякий подвиженческий труд чуждой любви не угоден Богу. И лицемерство наше издали обличая, Бог говорит, Люди эти чтут устами меня, Сердце же их далеко отстоит от меня, Напрасно чтут меня, и так далее. Да и что Господь наш говорил, укоряя фарисеев, Очень приложимо к нам нынешним лицемерам, Которые сподобие с такой благодати оказываемся по нраву еще худшими тех. Не связываем ли и мы бремена тяжкие и неудобоносимые, И их возлагаем на рамены людей, а сами перстом не хочем коснуться их. Не делаем ли и мы все дела свои, да видимы, будем человеками. Не любим ли и мы прежде возлежания на вечерях, И прежде седания на сонмищах. Не любим ли и мы звать от человека в учитель, учитель, И тех, которые не слишком отдают нам такую честь, Не преследуем ли даже до смерти. Не взяли ли и мы ключ разумения, Но не отворяем им и затворяем царство небесное перед человеками. Так что и сами не входим, и тех не пускаем войти. Не слепы ли и мы вожди, комара оцеживающие, А верблюда пожирающие. Не ощущаем ли и мы внешние посуды и блюда, Тогда как внутреннее наше полно хищений, Лихаимства и невоздержания. Не даем ли десятины и мы от мяты, мины, И оставляем суд и любовь Божию. Не уподобляемся ли и мы закрытым гробам, Внешне показываясь людям праведными, А внутри будучи исполнены лицемерие, беззаконие И всякой нечистоты. Не зиждем ли и мы гробы мучеников, И не украшаем ли раки апостолов, Будучи по нраву подобны тем, которые убивали их. Кто же не восплачет о нас в таком состоянии находящихся. Кто не пожалеет о таковом пленении нашем. Ибо за это мы, сыны Божии, честные, Вменились сосуды глиняные, За это потемнело золото наше, Изменилось серебро наше доброе, Плач Еремии 4.1. За это мы на заре из Сиона, Блиставшие более снега, Стали как эфиопы, Бывшие белы более молока, Стали черны более чернил. За это боли и сажи почернел вид наш, Увеличилось беззаконие наше, Боли и беззаконие садомских. За это мы, сыны дня и света, Стали сынами ночи и тьмы. За это мы, сыны царствия, Стали сынами гиенны. За это мы, сыны Вышнего, Как человеки умираем, И как один из князей падаем. За это мы преданы в руки врагов беззаконных, То есть злых и свирепых бесов, И царю неправедному и лукавнейшему Боли всей земли, То есть начальнику их сатане, Ибо согрешили и беззаконновали, Приступивши заповеди Господа Бога нашего, Сына Божия, Поправший кровь завета его, Ни во что вменивши. Но, Господи, не предай нас до конца имени Твоего ради, И не разори завета Твоего, И не оставь милости Твоей от нас. Не отставь. Щедрот ради Твоих, Отче наш, Сущий на небесах, Благоутроби ради и народного сына Твоего, И милости ради Святого Духа Твоего. Не помяни наших беззаконий первых, Скоро допредворят нас щедроты Твои, Господи, Ибо обнищали мы сильно. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, Слава ради имени Твоего, Господи, Избавь нас и очисти грехи нашей имени ради Твоего. Помянул начаток наш, Который от нас под человеколюбие, Взяв единородный сын Твой, За нас имеет на небесах, Подавая нам твердую надежду спасения, Чтобы через отчаяние Не сделались мы худшими. Помоги, избавь ради честной крови Его, Которую излил Он за жизнь мира, Ради святых Его апостолов и мучеников, За имя Его кровь свою проливших, Ради святых пророков, отцов и патриархов, Которые подвязались благоугодить Святому имени Твоему. Не презри молений наших, Господи, И не остави нас в конец, Ибо не на правду нашу уповаем, Но на милость Твою, По которой снабдеваешь Ты род наш. Молимся Тебе и просим Твою благостыню. Да не будет нам во осуждение, Устроенное для нас единородным сыном Твоим Ко спасению таинства. Не отвергни нас от лица Твоего, Не погнушайся нашим недостоинством, Но помилуй нас по великой милости Твоей И по множеству щедрот Твоих, Очисти беззаконие наше, Да не осужденно приступи Вперед лице славы Твоей Сподобимся покрова единородного сына Твоего, А не окажемся рабами лукавыми И неугодными по грехам Своим. Ей, Владыка, всесильный Господи, Услыши моление наше, Иного кроме Тебя, Бога, не знаем, Именем Твоим называемся, Ты издействующий все во всем, И от Тебя ищем мы всякой помощи. Призрис неба Божий, И виски жилища святыни славы Твоей, Где ревность Твоя и крепость Твоя, Где множество милости Твоей и щедрот Твоих, Которые терпел Ты нам. Ты есть Отец наш, Потому что Авраам не знает нас, И Израиль не познал нас, Но Ты, Господи, Отец наш, Избавил нас, Ибо от начала на нас Есть имя святое Твое, И единородного сына Твоего, И святого духа Твоего. Что уклонился от нас, Господи, От пути Твоего, И ожесточил сердца наши, Чтобы мы не боялись Тебя. Возврати, Господи, рабов Твоих Ради святой церкви Твоей, Ради всех от века святых Твоих. Да мало наследуем горы святые Твои, Противники наши попрали святыню Твою, Были, как и сперва, когда не владел Ты нами, И не было наречено имя Твое на нас. Исайя 63, 15 Если отверзишь небо, Трепет примут от Тебя горы, И растают, как тает воск от лица огня, И попалит огонь супостатов, И страшно будет имя Твое сопротивных Твоих. Когда сотворишь славное, Трепет примут от Тебя горы, От века не слышала, И очи наши видели Бога, Кроме Тебя иного не знаем, И дела Твои, которые сотворили, Ждущим милости, сотворишь. Милость, стрящая, творящая правду, И пути Твои помянутся, Вот Ты разгневался, И мы согрешили, Выше же сказать, Мы согрешили, И Ты разгневался, Всего ради заблудились, И были, как нечистые все мы, Как порт нечистый, Вся правда наша, Как запачканная одежда, И отпали, как листья, Беззаконие ради наших, Так ветер восхитит нас, И нет призывающих имя Твоего И помянувших удержать Тебя, Ибо отвратил Ты лицо Твое от нас И предал нас беззакониям нашим, И ныне, Господи, Отец наш Ты, Мы же бренья, Дело рук Твоих все, Не прогневайся на нас сильный, Не помяни во время беззаконий наших, И ныне призр, Ибо мы люди Твои все мы, Город-святилище Твоего пуст, Сион, как пустыня, Иерусалим на проклятие, Дом святый наш, И слава, которую благословили отцы наши, Огнем пожжен, И все славные наши вместе пали, И о всех этих терпел Ты, Господи, И молчал, И смирил нас весьма, Исайя 64, 6. Случилось это с древним народом Твоим, Прообразовательно, А ныне в нас исполнилась истина, И были в поношении соседям нашим демонам, Подражание и поругание сущим окрест нас. Но призрец небес и вишки, Спаси нас имени ради Твоего святого, Дай нам узнать обходы противников наших, И избавь нас от козней их, Не отдали помощь Твою от нас, Ибо сами мы недовольны к тому, Чтобы победить нападающих на нас, Ты же силен спасти нас от всех врагов. Спаси нас, Господи, От всех прискорбностей мира сего, По благости своей, Чтобы с чистой совести приплыв море жизни, Чистыми и непорочными, Предстали мы страшному престолу Твоему, И сподобились жизни вечной. 40 Страница 156 Третий том добротолюбия Святого Максима Исповедника Слово подвижническое Выслушав все это, И великое пришедше сокрушение, Брат со слезами сказал старцу, Сколько вижу, отец мой, Нет мне надежды спасения, Ибо беззакония мои превысили голову мою. Что же мне делать, скажи мне, Прошу тебя. Старец сказал ему в ответ, Спастись людям самим невозможно, Но для Бога все возможно, Как сказал сам Господь. Итак, предварим лицо его во исповедание, Поклонимся и преподим ему, И восплачиваемся перед Господом, Сотворшим нас. Ибо он есть Бог наш, Ибо слышим слово его через пророка Исаии, Изрекаемое. Когда возвратишься, воздохнешь, Тогда спасешься. 30.15. И опять, Разве рука Господня не может спасти, Или Отикчил он слух свой, чтобы не услышать? Но грехи ваши разлучают между вами и между Богом, И грех ради ваших отвратил лицо свое от вас, Чтобы не помиловать. Исаиат 59.1. Почему говорит, Омойтесь, очиститесь, Удалите лукавствия от душ ваших перед очами моими, Противостаньте, Перестаньте делать лукавствия, Научитесь делать добро, Взащите суда, Избавляйте обидимого, Судите сирую, И оправдайте вдовицу, И придите, И рассудим, Говорит Господь. Если будут грехи ваши, Как багряная, Как снег убелю, Если будут, Как червленая, Как волну убелю, Если захотите и послушайте меня, Благо земли будете есть, Ибо уста Господни изрекли это. Исаи 1.16. Также и через Диаиле, Говорит он, Обратитесь ко мне всем сердцем вашим В посте и в плаче, и в рыдании, И расторгните сердца ваши, А не ризы ваши, И обратитесь к Господу Богу вашему, Ибо милостив и щедр есть, И раскаивающийся о злобах. 2.12. Иезекиилю велел он сказать, Сын человеческий, Скажи дому Израилеву, Так говори, Прелести наши и беззакония наши в нас, И мы в них таем. И как нам быть живыми, Скажи им, Живу я, говорит Адонаи Господь, Не хочу смерти грешника, Но чтобы обратился нечестивый от пути своего, И жив был, Обращением обратитесь от пути вашего злого, И для чего вам умирать, Дом Израилев. 33.10. Третья же книга царств, Показывая преизбыточество благости Божией, Как говорит, Когда услышал Ахав, Бывший виноградники Навуфея, Который принял он в наследие, Через убиение Навуфея, Изавелью, Слова Ильи сказавшие, Так говорит Господь, Так как ты убил И наследовал На месте, На котором псы будут лизать кровь его, Твою, И изавели Псы съедят В предграде Израиля. Когда услышал Ахав, Слова эти, То умилился от лица Господня, И шел, плача, И разодрал ризы свои, И припоясался вретищем По телу своему, И постился, И был оболчен Во вретища день и ночь. И был голос Господень к Ильи, Говоря, Видел ты, Как смирился Ахав Передо мною, Посему не на виду Зло в одни его. И пророк Давид говорит, Беззаконие мое познал, И греха моего не покрыл, Сказал, Исповем на мя беззаконие Мое Господи, И ты оставил Нечестие сердце моего. Зато помолится к тебе Всякий преподобный Во время благопотребное. В Евангелии же Господь говорит, Покайтесь, Ибо приблизилось Царствие небесное. А когда Петр спросил его, Сколько же раз Прощать согрешающему Против меня брату? До семи ли раз? Естеством благие и неизреченные В благостыне ответил ему, Не говорю тебе до семи, Но до седмижды семидесяти раз. Что может сравниться С такой благостынею? Чему уподобим Такое человеколюбие? Познавший таким образом Страх Божий, Равно как благость его И человеколюбие, Как из Ветхого, Так и из Нового Завета, Обратимся к нему От всего сердца нашего. И чего ради гибнуть нам, Братья? Очистим руки наши грешные, Исправим сердца наши двоедушные, Воскорбим, сокрушимся И восплачем о грехах своих. Перестанем от злых дел своих, Поверим благоутробию Господню, Убоимся угрозы Его И положим соблюдать заповеди Его. Возлюбим друг друга от всего сердца И тем, которые ненавидят и поносят нас, Скажем, братья наши вы, Да прославится имя Господа, Будем прощать друг друга, Когда друг другом искушаем и бываем, Ибо всех нас борет общий враг наш. Станем противиться худым помыслам своим, Призывая в совоинствование нам Бога, И изгоним через то из себя Злых и нечистых духов. Подчиним плоть духу, Умерщвляя ее и порабощая Всякими злостраданиями. Очистим себя от всякой скверны Плоти и духа. Будем возбуждать друг друга На поощрение любви и добрых дел. Не будем завидовать другим И мы не станем раздражаться против тех, Которые нам завидуют. Будем оказывать взаимное сострадание И смиренно мудрием врачевать друг друга. Не будем осуждать и осмеивать друг друга, Как члены мы есть друг другу. Отбросим от себя нерадение и беспечность, И станем мужественно подвязаться против лукавых духов. Имеем ходатаем к Отцу Иисуса Христа Праведника, И Он есть очищение за грехи наши. Помолимся Ему от чистого сердца, От всей души, И Он оставит нам грехи наши. Ибо близ Господь ко всем призывающим Его в истине. Почему говорится, «Принесли на Господу в жертву хвала, И воздай Вышнему молитвы Твои, Призови меня в день скорби Твоей, И щитю Тебя, И прославишь меня». Исайя же опять что говорит, «Разреши всякий соус неправды, Разрушь обдолжение насильных писаний, Отпусти сокрушенных на свободу, И всякое писание неправедное раздери. Раздели алчищем хлеб Твой, И нищих бескровных веди в дом Твой, Когда увидишь наголо одень, И от свойственных племени Твоего Не укрывайся».